Радио Комсомольская правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Гость в студии. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио Комсомольская правда. 92,3 FM в Екатеринбурге. Нижний Тагил 96,6 и Серов 89,5. Меня зовут Людмила Варакина. И я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. А это значит, что вы можете позвонить к нам в студию или написать сообщение. Итак, ватсап плюс 79533850923. Это номер, который вам потребуется для того, чтобы написать нам какое-то сообщение, комментарий или вопрос. И еще у нас есть номер телефона. Телефон о студии прямого эфира. 3850923, код города 343. Пожалуйста, звоните, пишите. Мы с вами пообщаемся. Сегодня мы с вами поговорим вот на какую тему. Дело в том, что с 1 августа в Екатеринбурге закрыли парковку на площади 1905 года, огородили территорию, проводят какие-то работы. Наши слушатели спрашивают, что же там такое происходит. Отвечаем. Идет подготовка к фестивалю ландшафтного дизайна, который называется Атмосфера. В Екатеринбурге фестиваль пройдет уже в третий раз. Вот подробнее об этом самом фестивале мы сегодня поговорим в нашей студии. Как же так случилось, что парковка напротив мэри вдруг превратилась в сквер? Точнее, совсем скоро превратится в сквер. Не повредят ли деревья и растения брусчатку, которая, как мы все знаем, находится на площади 1905 года? Будут ли деревья в катках или каким-то другим образом посажены? Что, в конце концов, с ними случится? Ну и еще мы поговорим о современном, о модном садовом дизайне. Поэтому, уважаемые садоводы, звоните, пишите, задавайте вопросы нашей гости. Ну а мы расскажем, что сейчас модно в ландшафтном дизайне и на садовом участке в том числе. Итак, в студии у нас сейчас находится директор фестиваля ландшафтного дизайна Атмосфера Юлия Сорокина, который, напомню, проходит в этом году уже в третий раз. Юлия, здравствуйте! Да, здравствуйте всем! Ну, первый вопрос. Почему же вдруг решили именно парковку напротив мэрии превратить в сквер? Вы знаете, если и это невозможно, и возможно, да, то получается, что ландшафтный дизайн на сегодняшний момент шагнул на такую широкую ногу, что мы показываем, что если мы парковку можем озеленить, то любая крыша нашего города, мы с вами город плоских кровель, да, мы город конструктивизма, может быть зелёной. Мы говорим об этом, и мы говорим о современных технологиях, когда, если вы обратите внимание и будете гулять, и сейчас, если проходите мимо, посмотрите, какая высота растений и какой у них маленький корень. То есть ком, их корень, да, он буквально вот очень небольшой. Это опять же новые технологии, это новые технологии выращивания растений, когда мы можем такими крупными растениями озеленять. Это всё про будущее, потому что тема у нас Екатерина – город будущего. Ну, действительно, город будущего и город настоящего. И вопросы, связанные со сквером, с зелёными зонами насаждения, очень болезненные для нашего города. Мы все помним противостояние сквер-храм, как это всё было. Мы помним, что активисты, горожане периодически начинают обнимать деревья, пруд или что-то там ещё, какие-то территории, где планируют вырубать деревья. Это болезненно. Ну, мало, мало у нас парков, и очень хочется, чтобы было больше зелёных насаждений. И то, что вдруг парковку напротив мэрии превращают в такой сад, это, конечно, здорово. Но вот по поводу новых технологий вы сказали, а для растений-то это не вредно, что очень маленькая корневая система. То есть они здоровые вырастают, они потом не падают от ветров, которые на Урале у нас тоже случаются. Вот как раз это и есть та площадка, на которой мы демонстрируем. Если бы мы не были уверены, естественно, бы мы не шагнули на площадь 1905 года. Эти растения не только мы сейчас их установим, они будут в грунте, но и всё время протяжения фестиваля, это 14 дней, это достаточно долго. Вы будете видеть, что растения будут чувствовать себя прекрасно. Ну, конечно, если не наша аномальная жара, которую... Мы и дождь не хотим, мы жару не хотим. Мы хотим, чтобы на фестивале была такая... Подождите, подождите. Вы говорите, что они будут в грунте. В каком грунте? У нас там брусчатка. Да, мы, соответственно, выстилаем аэродромную плёнку. Но это всё уже сделано. Если кто-то проходит мимо, проходите. У нас первый день была такая ситуация. Она, наверное, очень даже и неприятная, когда люди засматривались. И у нас машины просто стукали друг об друга, представляете? Мы не хотим быть виной ваших аварий. Нам было так интересно, что вдруг на площади возникают деревья. Да, конечно, мы сохраняем полностью площадь. Аэродромная плёнка – это очень толстое покрытие. И дальше уже идут все соблюдения со всеми технологий. Практически это то же самое, что построить сквер вживую. Ну, немножечко. Там есть какие-то тайны, да, что-то у нас по-другому. Но очень похоже. То есть по трудоёмкости это не меньше, чем сделать сквер где-то на другом участке. Деревья будут в катках или где? А как они будут? Вот они и есть, они в грунте, они в своей, их корневая система обёртвана мешковиной. Дальше там, да, ну я и говорю, это современная технология. Какое количество грунта вы привозите? Вот тогда вот этот вопрос возникает. У нас более тысячи кубов. Ну, это много или мало? Ну, если, смотря как посмотреть, конечно, вообще тема грунта, она очень интересная. Когда мы говорим о том, что у нас 2-3 сантиметра грунта нарастает за 300 лет, мне кажется, это безумное богатство. Если сравнивать с озеленением, ну, наверное, это так же, как жилой комплекс. С озеленением примерно столько же грунта уходит. За несколько дней вы прямо на брусчатке делаете красивый сквер. Получается, что любой пустырь, любую какую-то неухоженное пространство, зону в городе в короткий срок тоже можно превратить в сад. Так почему же у нас в администрации Екатеринбурга, Нижнего Тагила, да и других больших и малых населенных пунктов этого всего не делают? Это дорого? Это да, это дорого. И мне кажется, это как раз и есть хорошие показатели, когда под окнами администрации, администрации ведь не против это все делать. Действительно, одно крупномерное дерево стоит около 30 тысяч, плюс посадки. И, ну да, это бюджет, и проще ВИЧ-ку, наверное, посадить, которая стоит около 700 рублей. Знаете, мне кажется, если мы сейчас посмотрим госзакупки, то мы увидим, что вот эти самые ВИЧ-ки, как вы сказали, то есть тоненькие прутики и тоненькие деревца, они стоят гораздо больше, чем 30 тысяч и 300 тысяч, там наверняка суммы какие-то астрономические. Ну, это другой вопрос, другой разговор. Да, я не участвовала никогда, поэтому я не могу здесь комментировать. Но то, что все деревья, которые используются для фестиваля, пойдут на улицы нашего города, мне кажется, это большой прорыв. Потому что ведь можно провести праздник, просто там салюты, да, песни, то есть вот очень праздник, да, для жителей. Но после праздника что остаётся? Мы о том, что после атмосферы остаётся очень-очень много. Али поживёт, да, более 300 лет. Представляете? То есть мы сегодня, она фестивалит у нас, да, в центре, а потом она уютно где-то устроилась, и 300 лет нас радует всех. Получается, что это такой день города, который устраивают ландшафтные дизайнеры? И спорт. У нас так спорт активно вписался, что мы даже не ожидали. Мы обязательно поговорим о программе, о том, что будет. Давайте мы закончим вот эту тему деревьев и растений, которые после фестиваля, как вы сказали, будут высажены на улицы города. Потому что есть вопрос от радиослушателей, куда же вы деваете эти растения? Продаёте ли всем желающим? Спонсоры или, может быть, ландшафтные дизайнеры забирают себе всё это дело? Ну, вот выясняется, что это на улице города будет посажено. Да, всё верно. Третий год проходит фестиваль, и за три года, я так понимаю, накопился уже опыт определённый. А можно ли где-то увидеть и посмотреть работы, которые были в предыдущие два года сделаны? Ну, то есть вот кусочки ваших этих садов прекраснейших, где они высажены? Или их уже всё, их нет? Отдельно посадили растения, отдельно посадили кусты, деревья, и как бы в комплексе ты не увидишь. Сады остались только на прекрасных фотографиях, которые можно посмотреть на сайте, можно посмотреть и в Инстаграм. И мы всегда хотели, мы с первого фестиваля хотели, чтобы сады можно было приобретать, чтобы могли прийти к нам счастливые обладатели загородных участков и купить себе вот сад 10 на 10. Но когда дизайнер вкладывает сюда всей душой, когда растения используются лучше из лучших, там цены получались на около миллиона от 700. По-моему, самый дорогой сад стоил миллион триста. И у нас не нашлось ни одного желающего купить ни один сад. Все сады потом дизайнеры забирали, что они с ними делали, разбирали. У некоторых, я знаю, всё ещё на складе лежат сады. Это грустная история, потому что мы хотели, чтобы сады шли дальше. Опять же, это грустная история. А почему администрация города не может позволить себе купить вот этот сад и облагородить какую-нибудь улочку, облагородить какой-нибудь сквер или парк? Это же красиво было бы. У нас же с вами торги, у нас же всё с вами должно проходить по закону. Как отторговать сад? Это невозможно. Соответственно, это только какие-то частные инвесторы могут, благотворители могут купить этот сад и перенести куда-то. Но мы двигаемся в этом направлении и очень надеемся, что в следующем году у нас будут в каждом районе города маленькие атмосферы, которые останутся там навсегда. Да, уважаемый благотворитель, если вы нас слышите, пожалуйста, купите вот те шедевры дизайнерских, не знаю, как это правильно сказать, садоотческих вещей, которые у нас в этом году будут проходить и будут демонстрироваться на фестивале ландшафтного дизайна атмосфера в городе Екатеринбурге. И вот эти маленькие, красивые, ухоженные сады перенесите, пожалуйста, в какое-нибудь хорошее, красивое место. Ну или, по крайней мере, сделайте из какого-то пустыря это самое хорошее место. Я думаю, что горожане будут вам благодарны и признательны. А у нас сейчас небольшой перерыв, затем мы вернемся в студию, будем дальше говорить о ландшафтном дизайне. ГОСТЬ В СТУДИИ Вы можете позвонить к нам в студию, задать вопросы Юлии, задать вопросы и про фестиваль атмосфера, задать вопросы про ваш личный сад. Юля, может быть, посоветуют, какие растения сейчас модны в этом сезоне, как за ними ухаживать. Поэтому, пожалуйста, звоните, пишите. Телефон студии, напоминаю, 385-09-23, код города 343, ватсап плюс семь, девять, пять, три, три, восемь, пять, ноль, девять, двадцать, три. В общем, ждем ваших сообщений, ждем ваших вопросов. Ну а пока мы как раз расскажем вам подробнее об этом фестивале. Итак, фестиваль атмосфера, фестиваль ландшафтного дизайна, третий год проходит. Вы, наверное, каждый год, ну мало-то, что менялась дислокация, это точно, но вы ведь каждый год меняете саму концепцию, саму идею, или остается вот что-то основное, на которое нанизываются уже идеи, какие-то реализации вот этих идей? Конечно, у нас основная наша идея была в том, что мы один год проводим фестиваль, второй год наши ландшафтные дизайнеры отдыхают, и мы проводим для них форум. Мы приглашаем лучших специалистов со всего мира и читаем, повышаем знания ландшафтных дизайнеров и сами в надежде ждём, но ещё на следующий год будут ещё лучшие сады. И, в принципе, с 2018 года мы ни разу не отступали от такой нашей традиции проводить фестивали через год, но в этом году мы не смогли провести форум. Почему пандемия? Вы сами понимаете, что мы максимум мы смогли, и вот ещё у нас одному лектору не дают визу, она вчера звонила, сидит вся как на иголках, она говорит, я не знаю, мне или билет покупать, или что, не дают мне визу. Она иностранка. Да, из Германии. У нас будет в этом году два семинара от представителей Германии, и вот по второму семинару мы всё ещё не знаем, потому что визу не дают. Проблематично провести форум, когда вот такая ситуация у нас с вами во всём мире. Но для того, чтобы можно, конечно, закрыть глаза и говорить, мы ничего не проведём, мы ничего не сделаем в этом году, и я думаю, что даже это будет как-то публике понятно, потому что у нас есть абсолютно причина опустить руки и сказать, что друзья, извините, мы никого не можем пригласить. Опять же, это как-то не в наших правилах, если мы решили, что мы каждый год будем двигаться постепенно по нашей ландшафтной зелёной дороге, поступательным движением. В 2019 году мы озеленяли сцены города, компания «Грин Парк». Мы делали день города более таким зелёным насыщенным. В этом году мы подумали, что да, мы можем разбить сквер, и пусть у нас фестиваль «Атмосфера» приобретёт вот этот немножечко другой характер. Опять же, наши ландшафтные дизайнеры придут на обучение, и в следующем году мы ждём от всех заявки. Единственное, что заявок уже мы ждём не 10, а 8 по числу районов нашего города. То есть заявок-то мы ждём много, а отбирать будем всего 8. Не скажу, что человек, потому что там и компании, и коллективы, кто-то приходит, они работают давно в тандеме, где-то иногда 2-3 организации вместе между собой соединяются и продумывают сад. Так что вот у нас один год фестиваль, второй год образовательная программа либо в виде форума, либо в виде фестиваля, когда уже выстраивают не ландшафтные дизайнеры, не то количество ландшафтных дизайнеров, нет такого отбора большого, который мы даже, честно говоря, в этом году бы и отбор не смогли провести. Мы всё это рассматривали, и в администрации об этом обо всём говорили, потому что невозможно, невозможно, мы не можем людей пригласить, мы же хотим приглашать специалистов со всего Урала. А всё это должно быть в открытых слушаниях. У нас запреты на то, запреты на то, и я думаю, что будет отличный такой новый формат. В следующем году формат понятен, а вот что будет ещё через один год, я не знаю. Когда будет 300 лет Екатеринбурга? Ну, хорошо, давайте поговорим не про 300-летие, потому что вы говорите, ещё непонятно, какой будет формат, хотя хотелось бы, чтобы к юбилейному нашему году, дню рождения Екатеринбурга, появились новые скверы, новые парки, новые какие-то дизайнерские решения с растениями, с цветами, с кустами, с деревьями. Ну, что это будет, действительно, пока ещё неясно, непонятно. Давайте поговорим о том, что будет не через два года, а сейчас, через несколько дней. На фестивале «Атмосфера», кроме специалистов, обычных, горожан, ждёте? Конечно, очень ждём. За деньги ждёте? Билеты продавать будете? Нет, нет, бесплатно ждём. Вход бесплатный, бесплатный для всех. Четыре входа, на каждом входе у нас будут стоять охраны, у которых одна задача – посчитать количество человек. Нам нельзя превысить вообще 500 человек, но мы для себя запланировали 300 человек на площадку. Ох, наверное, очереди стоять будут. Я не знаю, как, пока сложно прогнозировать, но как в любом культурном кафе, да, извините, можно 15 минут и приходите, мы вас рады будем видеть. Мы должны тоже соблюсти все требования, и поэтому на площадке будет около 300 человек одновременно. Зелёные лектории. Я вообще говорю, в этом году, по-моему, папа, мама, я, вот знаете, как это в детстве, говорю, с детьми надо ходить, потому что будет. Мама пошла в зелёный лекторий, папа пошёл на спорт, ребёнок на мастер-класс, вместе собрались, вкусно покушали на фудкорде, пошли, сходили на экскурсию по фестивалю, узнали о каждом растении, уютно устроились, слушая музыкальную программу на два с половиной часа. Да, у вас там действительно громадный фестиваль на все вкусы, что называется, и поесть, и попить, и получить удовольствие эстетическое в том числе. А вот что касается музыки, что за музыка? Это кто к вам приедет? Какие-то группы или диджей, или что там симфоническая музыка будет играть, народная? В этом году нам очень сильно помогает администрация города. Они всегда нам помогали. Ну, так сказать, первый фестиваль они были не против, второй фестиваль они нам помогали больше, но в этом году от них колоссальная помощь. И у нас музыкальная программа полностью занимается управлением культурой. Они в этом году взяли на себя вот этот объем задач, и, честно говоря, мы еще сами только в предвкушении. Но я знаю, что они никогда не подводят, у них все классно всегда проходит. Я так понимаю, что на день города планировалось, да, так как уже дня города не будет, то площадка, сцена, она будет использоваться. Вот, но я вся в надежде. Я сама не знаю. Для меня это секрет. В общем, это будет сюрприз. Я жду. Это будет сюрприз для тех горожан и для тех, кто придет на фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера». Что касается спорта, что же там такое спортивного вы делаете? Гольф-клуб маленький открываете или что? У нас открывается пляжный волейбол. Не поверите. То есть вы еще, получается, напротив мэрии, мало того, что устраиваете целый сквер, строите, вы еще и делаете зону для пляжного волейбола, привозите песок. Да, туда придет очень много камазов песка. И это не только. И это не все о спорте. У нас выстраивает целых три этажа, которые будут тоже все зеленые. Компания «Спорт Аккорд». У них, я посмотрела программу, мне стало страшно, что у нас же не ландшафтный, а спортивный будет фестиваль. Там чего только нет. Там и бокс, там и гимнастика, там и олимпийские чемпионы наши прилетят. Вот, у нас олимпийцы только-только завоевали места, будут автограф-сессии. Смотрите программу на сайте. Она настолько насыщенная, что, по-моему, всем будет интересно, увлекаетесь ли вы спортом, либо ландшафтным дизайном. Это всегда было, вот с первого фестиваля, это всегда была моя такая тайное такое желание, что человек, который никогда вообще ничего не знал о ландшафтном дизайне, никогда не имел частного участка, он, например, увлекается спортом, да, он приходит, и он вдруг понимает, да, ландшафтный дизайн на сегодняшний момент вышел на другие. То есть он вообще понимает, первое, что такое ландшафтный дизайн, да, а потом, второе, ему становится хорошо. Я думаю, да что-то такое хорошо, да, почему, почему у нас нет таких деревьев, например, потому что мы везём деревья, те, которые не используются на сегодняшний момент в озеленении нашего города. Рассказываем о них. Мы везём формы, у нас формы арок, формы колонн, формы... Это уже для сада. Да, это для сквера. То есть те формы, которые мы не так часто видим, ну, на улицах нашего города. Вот, и мне хочется, чтобы человек, который был абсолютно далёк от ландшафтного искусства, чтобы у него что-то немножечко как-то вот зацепилось. И, вы знаете, вот я сама с площади, мне надо было как-то там быть, снимать ролики, показывать, что это парковка. Там невозможно было находиться. Между машин хотелось убежать быстрее оттуда, потому что площадь, которая накаляется. А вчера мы все сидим, нас отсюда не выгнать. Всего лишь несколько деревьев поставили, там стало так хорошо. И девчонки рассказывают, в самый первый день привезли у нас два боярышника. И у нас охрана, это всё под охраной уходит. Все четыре охранника выстроились под ними и стоят. Потому что площадь, она же вся накаляется, да? Они стоят и во все четыре стороны смотрят. Смотрелся, говорит, очень потешно. То есть растение притягивает людей, без этого никак. Я теперь понимаю, почему администрация города у нас отменила проведение Дня города. Зачем нам День города, когда у нас есть фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера»? Ну как, на День города обычно продают какие-то цветы и показывают цветочные композиции. Интересно, это всё будет на фестивале «Атмосфера». Спортивные какие-то проекты, игры на Дне города проходят. Это тоже всё будет на фестивале «Атмосфера». Музыка всегда звучит и всегда присутствует на Дне города. И это тоже на фестивале «Атмосфера». И не забываем про образовательную программу. Вот, ещё и образовательная программа. Ну а вы, уважаемые радиослушатели, не забывайте нам звонить и писать, и задавать вопросы. Телефон студии прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343, WhatsApp, плюс 79533850923. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Мы всем хотим, чтобы Екатеринбург, да и ваши маленькие большие города, где бы вы ни находились, я уверена, вы тоже хотите, чтобы ваш город стал красивым, зелёным и интересным. И вот об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда» фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера». Нет-нет, он к нам не переехал. И, к сожалению, у нас здесь нет вот этих замечательных деревьев, цветов и трав, которые буквально через несколько дней смогут увидеть екатеринбуржцы и тех, кто приедет к нам в наш замечательный город. Но у нас есть директор этого фестиваля, зовут её Юлия Сорокина, поэтому пишите, задавайте ей вопросы, ну или, может быть, мне вопросы. Пишите, задавайте. Плюс 79533850923. Это WhatsApp. И телефон студии прямого эфира 3850923. Ждём. Юлия, вот мы с вами буквально недели две назад, наверное, встречались и говорили мы на такую тему, болезненную очень для Екатеринбурга. Тема связана с тополями. Потому что губернатор Свердловской области Евгений Ковишев очередной раз сказал, что нужно избавляться от этих тополей. Я помню, вот мы как раз рассуждали, нужно это, не нужно. Слушали мнения разных экспертов, которые тоже неоднозначно к этому относятся. Хотелось бы узнать у вас, как у человека, который профессионально занимается ландшафтным дизайном, мнение вообще по поводу того, что в Екатеринбурге вырубаются деревья. Ну, это печально. На Химаше вырубили аллею. Вот тут на Уралмаше, на улице Кировградская сейчас вырубают липы, вырубают яблони. Как вы к этому относитесь? Я всегда отношусь к этому очень взвешенно. Надо смотреть на деревья, потому что, конечно, старовозрастные деревья должны удаляться. Не дай бог, оно во время урагана пойдёт, знаете, кому-то на голову. Ну, а почему же тополя? Вот как раз старовозрастные тополя, которым уже много лет, которые точно с гнилой сердцевиной. Почему же их оставляют? А яблони убирают? Вот я здесь не могу прокомментировать. А как раз это поля говорили, да, что старовозрастные тополя заменить. Про яблони не знаю. Я никогда не комментирую то, что я просто не осведомлена. Я не знаю ситуацию, которая там происходит. Конечно, липы и яблони – это основа нашего города. И наверняка без какого-то разрешения удалять бы их не стали. Ну, тем не менее, у нас периодически кто-нибудь удаляет, убирает, рубит деревья. Несмотря на то, что вообще-то огромные штрафы за это существуют, тем не менее, это происходит. Хотелось бы узнать, у вас Екатеринбург – это передовой город в плане озеленения? Используем ли мы какие-то модные технологии, модные тенденции? Екатеринбург, наверное, я думаю, что он не передовой, но очень быстро развивающийся. У нас с вами вообще передовой для меня – это Сингапур. Вот там озеленение, так озеленение. Вот там учиться и учиться. Все торговые центры внесены под землю, а сверху скверы, парки, птички поют. Вот это красота. Хотелось бы такого будущего для Екатеринбурга. Да, у нас из птиц, к сожалению, только голуби, но и на плотинке мы можем уток увидеть. Или вот в Харитоновском парке. Да. Вот, мы тоже все время кормим уточек, это удовольствие зимой. Возвращаясь к вопросу, да, у нас много достаточно технологий, которые используются по всему миру, и в Екатеринбурге стали использовать только тот вот-вот. Это озеленение крови или озеленение стилобатов. Первый комплекс, который был озеленен, это Тихино, все, наверное, об этом знают. Когда стилобатная часть была озеленение, тогда это все было по проекту иностранных компаний, под их руководством. Мы не участвовали в этом проекте, и мы знаем, что до сих пор все эти деревья живы, и все хорошо. На сегодняшний момент уже достаточно много жилых комплексов. Жилой комплекс Макаровск, Жигулой комплекс Нагорный, Форум Сити, Александровский сад, Первомайская 60 и Екатеринецкий парк. И можно продолжать прямо этот перечисление ЖК, где на стилобатах происходит полноценное издлинение. Хочу подчеркнуть, что значит полноценное. Это значит, что все три яруса сохранены. Деревья, кустарники и нижний ярус – это газоны и цветники. Вот эта технология, которая вступила вперед, причем теперь мы, в принципе, проектируем самостоятельно, у нас свои технологии. Мы не прибегаем даже совершенно к иностранным материалам. Мы используем их мембраны, мы выработали свою технологию. И видим, что это все хорошо. Поэтому я очень хочу, чтобы Екатеринбург был максимально озеленен, и в том числе кровли наши были зелеными. Вот смотрите, когда с чиновниками начинаешь говорить по поводу озеленения, у них есть один железный аргумент, с которым трудно спорить. В Екатеринбурге 6-7 месяцев в году бывает зима, холодно. Какое там нафиг озеленение? Мы тут должны готовиться к зиме, у нас тут, знаете ли, снега, и все в таком духе. Каким же образом тогда на маленький-маленький промежуток весны и лета успеть озеленить город? Как это вообще сделать, чтобы деревья, кустарники и другие там какие-то травы, растения успели прижиться и успели на следующий год еще более радовать горожан? То есть есть ли какие-то технологии, есть ли какие-то материалы, которые в суровые уральские зимы могут, что называется, сохранить растения, не дать им вымерзнуть, ну и на следующий год радовать горожан? На самом деле, конечно, самое удачное время посадок – это весна. Было, есть, остается и в последующем будет. Что шагнуло вперед? Сейчас у нас с вами контейнеры производства. Это уже садятся деревья, кусты и цветы, не с открытой корневой системы, а когда они в горшочке, когда корневая система уже заполнила этот горшочек, и для него это происходит безболезненно для растения и пересадков, даже это больше похоже на перевалку, оно спокойно внедряется в грунт, дальше и растет. Но по нашим наблюдениям весенние посадки, приживаемость 99%, летние посадки приживаемость 60% и осенние посадки, они больше всего страдают. У нас 50% бывает выпада. Не бывает выпада по деревьям, а вот кусты, цветы подочень садить не надо. Конечно, мы не всегда можем диктовать девелоперам, когда им надо сдать дом, то им надо сдать дом красивым. Но, тем не менее, всячески стараемся переносить все посадки на весну, потому что, когда мы за ними ухаживаем потом лето, у них 99% приживаемости у всех. Администрация города советуется ли с дизайнерами, когда какие-то парки, скверы реконструируют? Вот я могу вам привести пример. Например, парк «Зеленая роща» или сквер за оперным театром, который уже превратился черт знает во что. С вами кто-то советуется? У вас спрашивают мнение? Вы знаете, если нас приглашают на какой-то открытый стол, мы всегда приходим. Но дело в том, что мы… Вот я даже сейчас бежала и бежала, я опоздала. Мы больше про то, что работать. Мы больше показываем то, что мы сейчас делаем. Мы сейчас делаем 10 жилых комплексов, мы делаем фестиваль «Атмосфера». Мы просто физически не успеваем быть везде. Мне кажется, что лучше мы будем показывать работой, делами. Можно много раз говорить, что споры «а растёт на крыше, не растёт на крыше». Десятилетиями эти споры шли, пока сейчас не посадили, и не видят, что всё на крыше растёт. Вот у нас взять в «Форум-сити» великолепные крыши. Восемь крыш зелёных, да? Высотные уже дома. Понимаете, вот лучше один раз это сделать и показать, что это возможно, с чем 10 лет об этом говорить. Я вот как-то вот этого придерживаюсь. Что сейчас модно в ландшафтном дизайне, ну кроме крыш? То есть может быть растения какие-то, какие-то принципы озеленения? Видите, сейчас, когда была пандемия, мы все чуть-чуть и замерли, потому что рождается у нас всё такие тенденции новая. Это как раз в Лондоне, когда проходит всемирно известный фестиваль ландшафтного искусства в Челси. Вот оттуда в основном зарождается что-то, что расходится по всему миру. Дальше Бергамо, но пандемия, эти все фестивали были отменены, поэтому мы пока соблюдаем и догоняем всё больше и больше те подходы, которые были для коронавируса. Да, последних лет. То есть это переход на монопосадки, отказ от газонов. Максимальный отказ от газонов. За счёт монопосадок кустарников мы получаем гораздо лучшее пространство и с объёмно-пространственной структурой, и, соответственно, в уходе оно гораздо проще. Кустарники, когда они посажены рядом, вот монопосадка, это значит один вид и сорт посажен в одну какую-то такую опушечку, да. Они чувствуют себя защищённые друг другом, они вообще живут как единый организм. Вот, это, конечно, злаки у нас остались в тренде, и мы видим всё больше и больше злаков. Гортензии цветут на улицах нашего города, и гортензии становятся всё больше и больше сортов. Мы начинали с двух-трёх, сейчас их, поверьте, уже более, где-то, наверное, 80 сортов. И это просто огромное количество, даже не перепробовать все. У нас минута до конца эфира осталась. Давайте дадим совет тем, у кого есть садовые участки, дача. Что там сажать? Убирайте газоны, делайте их минимальное количество, только для того, чтобы вам было место, где загорать или пройтись босичком, потому что газон, это, конечно, такой всегда очень требовательный ваш житель, его всегда надо поливать, его всегда надо косить, его всегда надо кормить. Если вы к этому готовы, то да. Вот, а так декоративные огороды, это супер, это тоже тренд. То есть по-прежнему декоративные огороды, то есть было время, когда от этого избавлялось, а теперь опять. Да, а сейчас перешли снова. И теперь перешли с точки зрения, уже они декоративные у нас. Ага, а что в декоративных огородах самое главное? То есть посадить рядом условную картошку и какие-нибудь бегонии? Начиная даже с формы огорода, это уже не просто огород грядки, да, это какая-то форма, которая задана изначально. Это обдобство, это приподнятая грядка. И, конечно, про наполнение то, что вы сказали. Так, наполнению надо подойти как к лумбе. Ну, я предлагаю об этом поговорить в следующей нашей программе. Обязательно приходите, рассказывайте о модном садовом дизайне. Напомню, что в студии у нас была директор фестиваля «Атмосфера» Юлия Сорокина. Меня зовут Людмила Варакина. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И тебе рекомендую.